Соня, что ты делаешь? Карина, Арина, я репетирую фокус. Так вот, ну не получается пока. Да ладно, это обычный фокус, а вот настоящее чудо можно сотворить только волшебник. И сегодня мы с ним встретимся. Да, точно. Мы же сегодня встречаемся с иллюзионистом Ильей Лорионовым. Будем смотреть во все глаза и постараемся разгадать все секреты. Здравствуйте. Как настроение? Великолепное. А вам важно, с каким настроением вы выступаете? Во-первых, мое настроение определяет настроение зрителя, поэтому все проблемы, которые у меня были в голове до выхода на сцену, я намеренно выкидываю. Потому что, когда мы смотрим на человека, да, мы в первую очередь улавливаем его настроение, как он себя ведет, через что он проецирует свое искусство. И это очень важный момент, я не могу себе позволить быть в плохом настроении. Что будет, если у иллюзиониста будет плохое настроение? Что-то не получится? Не получится те эмоции, которые ты планировал вызвать. Технически может все получиться. Мы много видим людей, которые делают что-то технически, да, но они не цепляют. То есть, например, взять танец, да, два человека будут танцевать. Один танцует, и у него в голове мыслями он уже убежал куда-то далеко, и делает танец, просто физические движения. Мы смотрим, и нас это как-то не цепляет. Но другой человек будет делать тот же самый танец, но у него будет кипеть жизнь внутри, он будет каждое движение чувствовать. И вот это на самом деле тебя возьмет. Плохое настроение чревато тем, что я не возьму своего зрителя. И вот что в этом случае происходит. Все получится, но не получится самого главного эмоционального контакта. Я знаю, вы не любите слово фокус. Почему? Почему? В основном это слово ассоциируется у людей с чем-то мошенническим. Ну, ты фокусник. Уже оскорбительное, да, звучит как-то так. И поэтому мне не хотелось быть таким вот фокусником. Хотелось найти слово, которое с любой стороны, как ни подойти, будет у людей ассоциироваться с чем-то добрым, светлым. Ну, я нашел для себя слово волшебник. То есть ты не можешь оскорбить никого этим словом. Слово фокусник ты можешь оскорбить легко, да, в зависимости от того, с какой интонацией произнесешь его. Волшебник, ну, как ни произнеси, это всегда будет светло. Чем отличается фокус от иллюзии? Я до сих пор ищу ответ на этот вопрос. Иллюзия – это более общее понятие, да, то есть мы все живем в иллюзии. Это зависит от того, как посмотреть. Смотрите, мы, если направим свет с этой стороны на стакан, да, и вот здесь стена будет, будет круглая тень, да. Но если направить свет с этой стороны, и здесь будет стена, то есть будет квадратная тень. С какой стороны посмотреть? То есть и два человека, которые смотрят отсюда и отсюда на тень, будут спорить, да, один говорит круглая, другой скажет квадратная, хотя они смотрят на один и тот же предмет. Это называется иллюзия. В первую очередь для меня фокус – это нечто психологическое. Фокус – это то, что происходит и имеет секрет. Иллюзия же – это такое широкое понятие, которое означает, вот мы живем, видя мир таким, какой он есть. Для нас это иллюзия определенная, потому что для другого человека этот же мир будет другой иллюзией. Вот такое различие. Фокус – это секрет, иллюзия – там нет секрет. Вы верите в волшебство? Естественно. Иначе бы я не занимался тем, чем занимаюсь сейчас. Мы привыкли не замечать волшебства в нашей жизни, и это грустно. То есть, выходя на улицу, мы уже даже неблагодарны за то, что дышим, за то, что видим, за то, что солнце светит. В нашем Питере это очень редкое явление. Но волшебство существует повсюду, его главное – научиться замечать. То есть, есть такая мышца, которую мы тренируем. Каждый день выходим на улицу, и нам нужно найти 12 чудес. Очень много в мире происходит таких вещей, когда ты приглядываешься, для тебя становится удивительным. Как такое, в принципе, возможно? И если ты видишь необычное в обычных вещах, то это значит, что ты развиваешь взгляд волшебника. А с вами происходило что-нибудь волшебное? Со мной происходит волшебство всегда, но в первую очередь это касается каких-то внутренних переживаний, мыслей. Например, для меня волшебно, откуда приходят мысли. Я вот чувствую, что они не мои, это точно. Я просто чьи-то мысли беру, выхватываю и воплощаю в жизнь. То есть любая моя иллюзия, и почему мои коллеги удивляются, думают, где ты берешь все это, я не знаю. Если смотреть на визуальное, я действительно видел, как люди летают в Индии, и без всяких фокусов. Потому что изначально моя мотивация была заниматься этим искусством для того, чтобы знать все секреты, которые возможны. Как можно обмануть, как можно ввести в иллюзию. Но когда я увидел настоящий полет, левитацию, и не увидел там секрета, то я понял, что не зря занимался искусством, иллюзией, да. Изучив все методы, я знаю, где грань между настоящим и ненастоящим. Вы в детстве верили в Деда Мороза? А вы верите в Деда Мороза? Я сейчас скажу, я не верил, и вы скажете, ну, плохо. Дед Мороз – это не личность, вот как отдельный, да, человек, а это образ. Если взять концепцию Дед Мороз как тот, кто дарит тебе вот это внутреннее волшебство, когда твои желания, какая-то, может быть, мечта осуществляется, например, хотел в логе велосипед, да, и у тебя он появляется, то ты невольно связываешь вот это Дед Мороз, и у меня что-то такое вот долгожданное появляется. С этой позиции я очень верю в Деда Мороза, но не как в отдельного человека, да, который успевает за одну ночь оббегать всю страну, а именно как в такой образ, который способен возродить в каждом человеке, начиная от маленького до самого старого, те вот эмоции и ощущения, которые мы испытываем только когда растем, со временем забываем почему-то. А в Бабу-Ягу верили? В Бабу-Ягу, да, верил. Ну, меня родители пугали Бабу-Ягой, я помню, когда поднимался домой, на втором этаже у меня всегда была лампочка такая, я думал, что она откроется, из нее выйдет Баба-Яга или Баба-Яга. Это, знаете, такая интересная концепция, всегда родители пытаются нас запугать чем-то, да, чтобы мы слушались. И это для них, наверное, единственный способ нас дисциплинировать как-то, поэтому мои родители очень живые образы Бабы-Яги создавали, и я в них верил до одного момента. В темной комнате иногда кажется, что кто-то сидит под кроватью и сейчас схватит тебя за ногу. Как вы думаете, почему так? Я до сих пор не знаю, почему это, я с плюс включенным светом и до сих пор боюсь темноты, правда. Меня в детстве закрыла воспитательница, была ванная комната какая-то, где все дети мыли руки, и там не было окошек. Естественно, мне там причудилось, детская фантазия-то нарисовала, много всяких монстров. И с тех пор я правда боюсь оставаться в темноте, потому что для меня вот то, что вы сказали, происходит воображение постоянно, что кто-то тянется. У нас тоже, и вот я, например, тоже. Тоже, да? Я тоже. Особенно под кровать всегда. Я когда спускаюсь, стараюсь долго не держать ноги. Ваш первый фокус был, что вы кладете монетку, дальше щелкаете над ними пальцами, и потом показываете зрителю пустые руки. Я пробовала, мне пока ничего не получалось. А вот вы долго над ним трудились, и кто вам его показал? Показал его мой дедушка, и заняла это у меня тренировка, я имею в виду, где-то три месяца. Самый первый фокус занимает больше всего времени. Почему? Потому что ты привыкаешь к специфическим движениям. Ты тренируешь свои руки, какие-то внутренние мышцы, моторику, которая раньше для тебя была непривычна. Поэтому иногда ты видишь какой-то красивый финт, и сейчас можешь его повторить за час. Посмотрел час. Но раньше требовались недели-недели просто для того, чтобы выучить часть какой-то красивой вещи. Потому что твои руки были не готовы, и не было у них той памяти, которая нарабатывается, когда начинаешь заниматься фокусами. Когда ты выучиваешь что-то одно, да, дальше легче-легче-легче-легче-легче. Поэтому вот на этот фокус у меня ушло где-то три месяца. А давайте я вам сейчас фокус покажу. Отлично, с удовольствием. Вот у меня есть обычное яйцо. Классно, можно это яйцо? Да, теперь я знаю, как его провернуть. Можно платок? Вообще говорят, что это сразу так существует такой фокус, как будто бы вы не видите, да, что у меня в руке. Это когда платок превращается в яйцо. А в кармане оказывается этот же платок, да? То есть каким образом это делается? Естественно, есть два платка, да? Один из них вместе с яйцом вы прячете в левый карман. Второй платок можно убрать куда-то в другой карман, можно в тот же самый карман. Я предпочитаю этот карман. И затем, когда вы готовы показать, вы тянетесь за платком. В это время в кармане достаете яйцо, потому что все смотрят сюда, глаза прикованные к этому платку, да? Вы в это время из карман достаете яйцо и начинаете вставлять платок. Да, здесь очень... Когда остается торчать небольшой кончик, вы знаете, что яйцо у вас в руке, зрители этого не знают. Вы делаете что-то похожее на волшебное движение, показываете, что платок стал яйцом из кармана, достали второй платок и все. Это основной трюк, да, который происходит. Но иногда может возникнуть вопрос, почему кончик платка до сих пор торчит из яйца? Эти сомнения легко разведите, если вы по-настоящему удаляете дырочку и показываете всем, что у вас в руке все это время находилось настоящее яйцо. Как вы это сделали? Все очень просто. Надо было следить за движением. Это говорит нам о том, что мы очень грамотно манипулируем нашим вниманием. Я не знаю, это просто происходит. Если ты волшебник, ты готов в каждой ситуации, в каждой ситуации быть волшебным. Это проклятие, с одной стороны, потому что все знакомые начинают ждать от тебя какого-то чуда, даже когда ты снимаешь куртку. С другой стороны, это здорово. Много ли вам приходилось трудиться для того, чтобы стать Ильей Иларионовым? Много ли вам приходилось трудиться для того, чтобы стать иллюзионистом? Сначала да. Как разогнать поезд? Сначала требуется много усилий, а потом он уже идет по инерции. Было много слез, было много... Трудный путь. Это если в двух словах. Но сначала было тяжело, становление было очень нелегким. Как родители отреагировали? Они были рады вашему необычному таланту? Сначала нет, потому что этот необычный талант шел в ущерб физике, математике, многим предметам. Но как я потом любил их высмеивать, говорят, ваши предметы, которые в школе я изучал, не принесли мне ничего в жизни, а фокусы принесли. Вы ведете школу волшебников, учите детей иллюзии. Вам не жаль раскрывать свои секреты? Двоякое мнение существует по этому вопросу. Кто-то говорит, ну зачем? С другой стороны, многие фокусы, которые вы видите в школе волшебства, были придуманы нашей командой. Это я и Павел Крахтанов, мой идейный вдохновитель. То, что вы видите в школе волшебства, на 50-60% где-то это все авторское. Этим мне жалко делиться, потому что, глядя на какие-то механизмы и принципы работы фокусов, юные волшебники смогут научиться, во-первых, во-вторых, скомбинировать их, и, в-третьих, удивить меня уже, превзойти. То есть, что мы делаем? Мы всегда встаем на плечи наших учителей. И если кто-то становится лучше меня, то я только рад, потому что я уже могу учиться у него. И вот это такой процесс, когда постоянно вот рост, рост, рост вверх. Повернете налево, еще раз налево, потом направо, спуститесь вниз, еще раз вниз, еще раз вниз, и повернете направо. И вы уцелитесь. Хочешь что-нибудь показать? Давайте. Это карточки с буквами. Алфавит. Всем знакомый с детства. Алфавит. Давайте так, я немножко привстану, а возьмете несколько карточек. Договорились? Поехали. Вот так прям. А сколько? Да, хоть сколько. Берите целую. Еще. И... Хорошо. Давайте так. Мы выберем кого-нибудь из вас. Кто из вас... Хорошо. Переверните вашу кучку. Так. Да, а у вас пусть лицом вверх, буквами вверх. И смешайте. Перевернутые и лицами вверх. Все в одну. Кому-нибудь одному отдавайте. Это все. Ага. И перемешайте так, чтобы это было... настолько непредсказуемо, насколько только возможно. То есть я подытожу, что произошло. Вы сами выбрали буквы, не зная, какие буквы это будут. Вы сами выбрали, где перевернуть, и вы сами выбираете, как их перемешать. Да? Все. Что у меня, ну что? Ну ладно. Все. Спасибо. Значит, следующая задача. Давайте я попрошу Арине передать микрофон. А? Задача будет решить. Оставляем ли мы карточки так, или переворачиваем их? Переворачиваем. Отлично. Эти? Переворачиваем. Оставляем. А, ну... Переворачиваем. Оставляем. Переворачиваем. Переворачиваем. Ну, еще парочку давайте возьмем. Оставляем. Оставляем. Отлично. Соня, можно я попрошу взять вот эти все, всю эту кучку? Держите. И смотрите. Вот так по одной карточке. Одну влево, одну вправо. Одну влево, одну вправо. Разложите их. Я практически не прикасаюсь к картам. Вы все решения принимаете сами. Какую из этих кучек мы перевернем? Вот девочка. Вот эту. Давайте вот эту. Переворачивай. Кратко. И... Соня, ну, задача та же. Вместе эти кучки соедините. Тоже переворачиваем? Нет. Нет, эту вот так и оставляем. Так? Да, вы можете даже их чуть-чуть помешать. Все, отлично. Спасибо. Если можно, перед собой их раз... Ленты раскладывайте, да. Если вы видите, смотрите, всего лишь четыре буковки у нас оказались перевернутыми, да? Ага. Какие-то буковки, смотрите. Соня, это ваше имя, да? Насколько я знаю. Как это? Как? Вы сами делали чудо. Я не прикасался к этому. Наши подсознания иногда действуют очень специфичным образом, и наши руки просто следуют действиям того, что происходит между ушками. Я не понимаю, как раз... Так, я следила за вашими руками. И они даже ничего не делали. Что случилось? Если долго репетировать, любой человек может стать иллюзионистом? Если вот судить по себе, то любой. Зная некие секреты, но опять же, к этому нужно иметь предрасположенность, чтобы общество функционировало, разные роли у людей, да? Если бы все поняли, что у них есть талант волшебника, представляете, что бы на улице творилось. Поэтому я рад, что не все обнаружили в себе такие способности. Вы когда-нибудь встречали злых волшебников? Да. Это происходит в моей среде, к сожалению, очень часто. Злой он не может быть... Всегда нужно знать мотив человека, для чего он делает что-то. Если он делает что-то для того, чтобы нести и давать людям, то он отдает, отдает. Вот это добрый, в моем понимании. Если он делает для того, чтобы самоутвердиться, показать, какое у него эго, да, какой он красивый, это зло. Потому что чем дольше он будет это делать, тем больше он культивирует в себе ощущение «я важнее других», «я могу достигать что-то за счет других», идя по головам, да? И внешне они могут быть одинаковыми совершенно. Одни и те же фокусы, одни и те же движения, одни и те же слова даже. Но вот этот мотив, вот что отличает злого волшебника от доброго. Если иллюзией пользуются злые люди, вы можете их разгадать? Естественно. Как? Когда ты знаешь, куда смотреть, ты разгадываешь все. Здесь другой вопрос, насколько это интересно обыгрывается. И для меня волшебство уже становится не то, как фокус произошел, но то, как его показали. То есть, с какими эмоциями, в какую историю обернули этот секрет, вот становится самым важным элементом сейчас. Естественно, я вижу все, потому что я читаю очень много книг, я изучаю иллюзионы, и ментальную магию, это искусство создавать иллюзию, что ты читаешь мысли. И ловкость рук, это относится к монетам, к шарикам, к деньгам, к картам. То есть, все вот такие манипулятивные фокусы. Когда ты знаешь все эти основополагающие принципы, тебе легко, глядя на что-то, быстренько понять секрет. Но, естественно, уже не смотришь на секрет, смотришь, переключаешься в позицию зрителя, который хочет удивиться, и смотришь, наслаждаешься самой историей. Вот это дар. Потому что вы много можете увидеть фокусников, которые просто показали вам, что технику не очень красиво, но когда еще эмоционально тебя задействовали в этом, то вот это уже волшебно. Я смотрела вашу передачу «Фактор Вау», и вы там в одном из выпусков заставляли людей забыть свое имя. Вот это как тоже? Я не понимаю. Для меня тоже это удивительно. Я не понимаю, почему некоторые внешние раздражители заставляют человека сделать то или иное действие. И «Фактор Вау» — это проект, в котором мы экспериментируем. «Как вас зовут?» «Маша». «Оля, тебя зовут Оля!» «Я не могла никак вообще вспомнить, как мне очень сложно. «А как тебя зовут?» «Оля». «Оля». Не знаю, почему люди забывали свои имена, но мы просто задействовали их кратковременную память, и с помощью прикосновений, специфических щелчков и некого отвлечения мыслей. Вот мы создавали такую иллюзию. У вас есть голубя-кошка. С ним вы тоже работаете. Трудно было их научить? Голубя нет, потому что у него все на условных рефлексах построено, а кошка очень привередливая. С ней я не работаю, она у меня живет дома. Иногда происходят какие-то такие ситуации волшебные. Я недавно снимал видео, и у меня вылетел голубь из клетки и начал ходить. Ходил-ходил, зашел за дверь и выпрыгнул окошко. Вот для меня вот была магия настоящая. Они дружно живут вместе? Да, ну, потому что она была младше него, поэтому, придя домой, понимала, что это уже что-то живое, что-то такое, что трогать нельзя. Поэтому они подружились, и сейчас, когда она видит птичку, она уже реагирует как на своего друга, а не как на еду. Когда-нибудь бывало, что, глядя на работу у другого иллюзиониста, вы не понимали, как он это делает? Да, бывало. Этим летом я ездил на FISM, это чемпионат фокусников. Они приезжали со всех стран мира в Лондон. Там под Лондоном город Блэкпул. И в нем 7 дней с 8 часов утра до 12 вечера происходило шоу. Ты смотрел фокусников, смотрел соревнования по манипуляциям, соревнования по комедийной магии, по большим иллюзионам. И все были настолько разные, оригинальные. Я никогда не думал, что 7 дней подряд можно показывать разного рода фокусы, абсолютно по-разному. Это для меня было удивительно. Вам снятся волшебные сны? Да. Именно из снов я беру информацию и воплощаю ее уже здесь. То есть, если мне что-то снится такое яркое, интересное, красочное, я пытаюсь это запомнить в деталях. И потом уже выйдя из сна, додумать, как такую же ситуацию можно создать на сцене. А вы совершали когда-нибудь для кого-нибудь неожиданное чудо? Вот этот вопрос, который поставил меня в тупик. Потому что я нахожусь всегда в процессе придумывания неожиданного чуда для кого-то. Но чем больше его начинаешь придумывать, тем меньше оно идет в голову. И когда ты, например, проводишь время с друзьями, где ты открытый, общаешься обо всем, 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 у тебя происходит некая расслабленность, да? И ты думаешь, о, вот сейчас будет неожиданно сделать это. И это рождается на ходу. Вы просто делаете кому-то что-то очень-очень приятное, но неожиданно. И вот человек это воспринимает как чудо, потому что неожиданно и очень приятно. Да, да, естественно. Я делаю такие подарки своей девушке, которой хоть и привыкла, что я что-то репетирую дома, показываю ей, но тем не менее она говорит, что я ее способен еще удивлять. И многие вещи, естественно, она не понимает, как делается. Но вот для меня награда, что она реагирует и что для нее вот чудо то, что я готовлю и делаю. Мы чувствуем счастье, когда делаем что-то для других людей и видим в их глазах некую искру. Искусство иллюзий позволяет мне делать это все время. То есть, когда ты делаешь что-то для себя, ну не так здорово, согласитесь, но когда ты делаешь что-то для другого человека и видишь его счастье, то это дорогого стоит. Скажите, пожалуйста, вот если бы к вам явился настоящий волшебник и сказал, что может исполнить ваши любые три желания. Вот что бы вы пожелали? Я бы желал ничего не желать. Серьезно. Потому что посмотрите, как мы устроены. Когда мы желаем чего-то, мы в погоне за этим не замечаем очень многих вещей. и мы теряем ощущение счастья, достигая этого. Когда мы находимся в расслабленном состоянии, ну мы ничего не желаем для себя, то счастье приходит автоматически. И вот это было бы, наверное, мое первое, ну это даже не желание, я бы просто, это была бы просьба. Потому что желание избавиться от желания, это же тоже желание. Я бы просто попросил его. Спасибо. Пожалуйста, мне было приятно с вами пообщаться. Я всегда знал, что мы с детьми именно можем находить общий язык, потому что внутри моего тела живет ребенок. А то, что вот вне, это не я. И поэтому мне было приятно состыковаться душа-душа. Какой вопрос самый сложный был? Для меня удивляю ли я и способен ли я показать какое-то неожиданное чудо? И что для меня фокус? Занимаясь этим, я реально никогда не задумывался, что для меня является фокусом. Что для меня Если присмотреться, чудеса окружают нас повсюду, главное замечать их. И чем больше мы в них верим, тем чаще они происходят. И если очень постараться, то каждый может сотворить чудо своими руками. Например, вот так. Ой!